День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем доброго утра. Четвергуем мы сегодня. У нас на календаре 27 мая. Олег Пек и Александр Шунин сегодня с вами проводят утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот эта песня, которая только что звучала. Вот это пароли, 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 пароли и явки. Издайте мне пароли и явки, где можно будет насладиться латвийским, грузинским вином, например. Вы сразу переходите, берете, можно сказать, быка за рога или даже, я бы сказал, за рок, грузинский рок с вином, потому что мы говорим сегодня, общаемся с виноделом Романом Кучухидзе. Здравствуйте. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Доброе утро. Каким образом вот стало возможным традиции грузинского виноделия, которым, я так понимаю, что это уже объект нематериального наследия ЮНЕСКО и практически им огромнейшее количество лет, вот все это перенести к нам, вроде бы, в такую дождливую, суровую латвийскую погоду? Вы знаете, погода не может быть суровой или дождливой. Как погода на душе, так она и снаружи. Так как я грузин, и суть грузина – это вера, родина, семья и лоза, я всю жизнь рос, и мои предки, дед, отец – все с лозой, все грузины. И я привез лозу в Латвию. Вырастил, делаю вино, продолжаю традиции, учу детей. И решил, так как сейчас в мире вина и виноделов очень революционно вторглись к вевре, и это процесс изготовления вина, которому 8 тысяч лет, и он действительно нематериальное наследие ЮНЕСКО, то я решил привезти к вевре, и в таком уникальном месте, как Сабиле, которое занесено в книгу рекордов Гиннеса, как самый северный виноградник в мире под открытым небом, решил эти две уникальные вещи соединить и такую синергию создать в нашем маленьком, красивом государстве. А как вы эти амфоры, или как точнее назвать, ну не горшком же, в конце концов, в квевре. Квевре, это называется квевре. Да-да-да, я знаю, что это называется квевре, но форма амфоры, в принципе, это такая емкость, которая зарывается, в землю закапывается, и там настаивается, выстаивается вино. Как вы из Грузии умудрились 10 эти квевре довести и не разбить? Мы заказали их, есть из Чиатурский район, село Тхэмлована, где потомственные квевродельцы, можно сказать, есть. Мы ждали полгода, пока нам Эмзари Капанадзе, такой есть изготовитель квевры, сделает нам. Они делаются по 10 сантиметров в день, и потом в течение трех дней обжигаются под 1300 градусов. Потом они воском специальным наполняются, и вот мы заказали их, и ребята из логистической компании «Элевен» привезли нам. Верхний Ларс – это граница, в которой Грузия с Россией была закрыта, поэтому квевры путешествовали через пять стран – Азербайджан, Россия, Белоруссия, Литва, и пришли в Латвию. Проделали огромный путь с благословением Божьим, и судьба пришла, что теперь мы в Латвии имеем единственные квевры, наверное, в Скандинавии и в Прибалтике. Мы будем уникальными в Латвии, больше нигде нету по такому. Но скажите, не проще ли, например, выращивать вино и выстаивать его в Грузии, а затем просто перевозить сам продукт, вино, в Латвию, чем переносить все производство? Ну, вино такое дело, что оно должно быть уникальным. У нас в Сабелы, в Латвии будет уникальное вино. Оно даст, латвийская земля даст температуру этому квевры. Латвийский виноград, в зависимости, сколько солнечных дней будет, даст солнце. Виноград имеет три стихии – это земля, воздух и солнце. Вот наше латвийский климат даст свою уникальность. Земля – свою уникальность, температура. И этим мы удивим весь мир и всех виноделов. А когда можно будет продегустировать уже вот это вот латвийское, грузинское вино? И какие сорта? Я так понимаю, что лозу вы тоже привезли из Грузии. Прижилась ли она? Да, мы привезли три вида. Это саперави – это база грузинских вин. Кацетели – это вино оранжевое, которое дает цвет. И кисибелое вино. Они очень крепкие сорта. В Грузии сейчас восстанавливают сорта. Сорта около 512 сортов восстановили, потому что в свое время не было виноделия, было утрачено и только 30 сортов. Сейчас мы привезли три сорта. Мы будем местный виноград, зелга выращивать, мы будем амур выращивать. То есть все сорта, которые наш климат выигрывает. Ну и когда можно будет продегустировать-то? Вопрос этого утра. Осенью можно участвовать в виноделии. Я вас приглашаю осенью выжимать виноградный сок, мешать вино, когда оно растет, бродит, бурлит. Да, давайте договоримся. И уже через 3-4 месяца можно пробовать первое молодое вино. То есть это получается... Самому сделанное, самому запакованное. Можно каждому по-своему. Кто-то вправо помешает, кто-то влево, кто-то песню вину споет, кто-то стих расскажет, кто-то добавит дубов. Каждый сможет... В наше время одиноких людей, каждый сможет сделать у нас свое вино. Через год его открыть, вторую бутылку через два. Сравнить. Вино имеет философию, вино имеет характер, вино имеет традицию. Господь наш, первое чудо, которое совершил, Он воду превратил в вино. Он сказал нам, что я есть лоза, а вы есть мои плоды. Поэтому вино имеет характер. Вот мы будем добиваться того, чтобы в Латвии было свое уникальное вино с грузинской ноткой, с грузинской традицией, с грузинской любовью, с грузинским винодельем. Но будет ли оно поступать в продажу? Вот мы все-таки пытаемся дожать. То есть, получается, что вы будете его производить, люди могут приезжать, попробовать. Но можно ли будет его приобрести, например, на прилавках магазинов? Ну, вот просто прийти в Риге, например, магазин, вот хочу попробовать наше латвийско-грузинское вино. Обязательно, обязательно. Но первая наша суть, чтобы в Сабиле было свое вино, то есть мы будем там делать еще и ресторан, было домашнее вино, то есть это как у итальянцев, вино де каза, грузинам сахли с вино, чтобы люди, погуляв по красотам Сабиле, уникальную природу, зашли, поели хорошей еды и запили еще настоящим вино из Квеври. А уже со временем, как мы разовьемся, для этого нужно, чтобы лоза выросла, лоза развелась. Тогда у нас будет избыток, хотя вина никогда не бывает в избытке. Тогда мы его, может быть, поставим на продукты, на полки магазинов обязательно. Но первое главное, чтобы было живое вино, настоящее из Квеври и сразу на стол нашим гостям. Насколько, вот по вашему мнению, грузинское вино приживется в Латвии? Насколько придаст латвийская почва, латвийский климат, какую-то характерную нотку этому вино? Нотку обязательно придаст, но насколько мы будем трудиться, работать над лозой, над почвой, насколько благословение Божьего, настолько он много больше радости даст. Но приживется обязательно. Мы в это верим, мы на это рассчитываем, и мы в этом уверены, что все будет хорошо, потому что я уже 5 лет в доме, небольшую, там 2-3 лозы уже выращиваю, и все получается. А вот эти амфоры Квеври, какой объем этих амфор, если смотреть по литрам, то есть сколько туда помещается? У нас есть 5 700-литровые амфоры и 5 500-литровые амфоры, то есть вместе получается 6 тонн. Для Грузии это мало, это 3 свадьбы только. Для Латвии, наверное, побольше. Я правильно понимаю, что в принципе в Сабелы вы хотите устроить такой праздник жизни, центр праздника жизни, с танцами, с музыкой, со свадьбой, с гуляниями, и местным вином, конечно, грузинской кухни. Мы хотим сделать свадебный, чтобы люди приезжали и там свадьбу отмечали. Ведь в нашей сейчас цифровой мир очень тяжело жить. А почему вино? Вино выпил стакан, и ты мне уже выпрямился, здоровье поправилось. Второй стакан выпил. Настроение, юмор появился. Третий стакан, уже хочешь песню петь. И это жизнь, которая дарована нам Богом. С вином она веселее, интереснее, легче. Можно сказать, мы, грузины, вакцинируемся вином. И не болеем. Также хотим, чтобы мир и все северные страны, европейские, вино, культура вина, свет, философия добавилась. Чтобы не было сложно жить людям. Больше было креатива, любви и всего самого, как говорится, наилучшего. Роман, каждый ваш ответ звучит просто как готовый тост. У нас звонок есть, кажется, да? Давайте примем. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я уже года 4, наверное, там у себя выращиваю виноград и пробую делать вино. И был в Грузии, и был, конечно, восхищен грузинским вином. У меня вот такой вопрос. Что в наших латвийских реалиях может заменить Кневри? И надо ли его вкапывать в землю, или оно может стоять просто, и чтобы в нем все бродило? Спасибо. Спасибо. Секретные технологии ваши пытаются узнать. Квэври может заменить... Вино не бродит, вино живет, у нас говорят. Вино у нас не стареет, оно взрослеет. Вино главное, чтобы не было в пластмассе. Стекло, дерево, какая-то нержавеющая сталь очень подходит. Оно должно процесс свой пройти, свою жизнь на вкус. Какое тебе нравится, такое вино. Не слушайте никого, что это вино плохое. Вино бывает всего двух видов. Хорошее и плохое. Если ты его выбродил, собрал, выжил, значит, оно уже идет в свой процесс. Тебе понравилось на таком выброшении, значит, оно хорошее. Такая сладость тебе нравится? Хорошая? Нет? Чуть-чуть добавь. Плотности раздели. Там большой процесс, но каждое вино имеет свой характер, свое время, свой цвет, свою какую-то изюминку. Есть, как грузии говорят, вино ружье. Почему ружье? Потому что в голову стреляет. Есть вино, которое для свадьев можно пить три дня, и ты все равно на ногах стоишь хорошо. Поэтому главное этот процесс совершенствовать, нет предела. А сколько нужно, вот я смотрю, дозвонился до нас человек, который сам интересуется виноделием, вот сколько нужно сил, средств, чтобы попробовать свое вино произвести, то есть вот можно ли просто на небольшом участке, там на шестисотках пытаться привить лозу, и сколько времени потребует терпения, сил? это для нас, для грузин, вино это как бы спутник жизни, лоза это спутник жизни, это бесспорная святыня, это завет наших предков. Поэтому, где бы грузины не жили, у них всегда будет лоза. Любая семья, любой человек, который посадит лозу и будет ждать плода, он проживет неповторимый процесс. На шестисотках, даже на пяти сотках виноград очень живучий, очень благородный растение, который даст свой плод, и сколько ты ему посвятишь труда, добра, ухода, так он тебе и отдаст. Можно на любом участке это сажать. Да, надеемся, что наши слушатели в общем-то вдохновятся этим. Я понимаю, что таким образом Сабилы превратится в какой-то такой культурный центр, может быть, туристический центр, если у вас такие вот планы, может быть, даже из не только латвийцы, но и из зарубежа, зарубежные туристы захотят посетить это место. И выпить уникальную вину. Сабилы, Латвия, как и Грузия, очень красивая страна, но как во Франции есть Бургундия, как в Италии есть Тоскана, как в Грузии есть Кахетия, Латвии. Когда я увидел, что символ Сабилы это виноград, и когда я увидел эти холмы, эти горы, эти виды, долину реки, то я понял, что здесь нужно что-то делать и северный виноградник, я понял, что нужно делать что-то связанное с виноградом. Я хочу, чтобы Сабилы было Мекка, латвийского виноделья, виноградерства. Сейчас вот мне многие люди, один предоставил Роуалт, предоставил здание, другой человек увидел, говорит, можно я тебе землю давай вместе посадим виноград. Управляющий Сабилы, поняв мою идею, говорит, я двумя руками за, помогу, как могу. Новода Парвалда тоже управляет, помогает, как может. Я считаю, что Сабилы на данный момент недооценено своими красотами и своим потенциалом это недооцененное место. Мы должны идти, чтобы Сабилы было уникальное виноградное место, которое будет у нас в Латвии как жемчужина. Можно ли сказать, что вино в свою очередь объединяет людей, когда за одним столом оказываются грузины, латыши, русские, они ощущают себя причастными к этому месту, к этой культуре, то есть получается, что их объединяет вот это искусство виноделия. Вино благородный напиток, он дарит добро, дарит позитив. Все европейские народы, которые прошли виноградовство, они достигли, вино невозможно просто пить, с ним надо философствовать. Сократ сказал, что после седьмой бутылки вина человек хочешь не хочет философствовать. ты его не можешь просто выпить, ты у него пробуешь вкус, пробуешь цвет, какой он плотность, его нельзя просто, как говорится, тяпнуть, его надо с тостом пить, с пожеланием, и это все общение, оно объединяет, оно объединяет, и люди не могут думать о негативе. Хочешь стать счастливым? Купи бутылку вина, это то же самое. Огромное спасибо. Спасибо, да. Я же говорю, каждый ответ как кто звучит. С нами на связи был Роман Кучихидзе, винодел, который занимается уникальным делом, Сабила выращивает виноградную лозу, привезенную из Грузии, вино там будет настаиваться и жить, вызревать в уникальных же квевре, тоже привезенных из Грузии, такого вина не будет нигде на свете. Огромное спасибо Роману, во-первых, за этот эксперимент в Латвии, за то, что выводит на новый уровень красоты Сабила, и, конечно же, за то, что нашел время сегодня присоединиться к нам. Роман, до встречи у вас, будем вместе выжимать, конечно же, виноград, как и договорились. Ну, и мы просто обязаны с Олегом сказать эту фразу, что, конечно же, алкоголь влияет негативно на здоровье, это ни в коем случае не пропаганда, но взрослые люди сами все понимаете. Это способ жизни. Мы поняли. Спасибо, Роман. Старт для философии. Всего доброго. Всего доброго. Так, что, скоро у нас опять в эфире пауза, а затем обеченный представитель Рижского агентства инвестиций и туризма после вина поговорим о кино. Вино и кино. Срифмуем это в эфире. Как это получится, увидите. И услышите. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин